Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, меня зовут Станислав Решко. Я являюсь идеологом YouTube-канала «Стас Недвижка», на котором вы находитесь. И не забывайте подписываться на канал. Также я являюсь основателем компании «Лобстер Групп», которая является профессиональным участником рынка недвижимости в сегменте «Бизнес и премиум» в категориях «Жилье и коммерческая недвижимость» в городе Москва. Это второй выпуск нашего дайджеста. И сегодня мы поговорим на тему, что ждет рынок элитной недвижимости в Москве в 2020 году. Как я говорил в предыдущем выпуске, в 2019 году разрешение на строительство было получено на 40% меньше, что говорит о том, что, скорее всего, в 2020 году мы увидим меньшее количество новых проектов, которые официально будут выходить на рынок. Предложенных лотов становится все меньше. В связи с этим есть вероятность, что цена может вырасти в 2020 году. Говоря о вторичном рынке, ситуация не меняется. Рынок перенасыщен вторичными предложениями на рынке. Возможно, часть из этих предложений пытается продаться перед кризисом для того, чтобы люди вышли в кэш. Но я думаю, что это все-таки меньшинство. В большинстве своем люди находятся в жесткой конкуренции, конкурируя между собой среди вторичных объектов. И в первую очередь конкурируя с первичным объектом, с первичными проектами. А в связи с тем, что, на мой взгляд, 90% спроса все-таки приходится на новый рынок, потому что люди хотят покупать новый продукт и способны это себе позволить в рамках сегодняшних реалий, потому что вход достаточно доступен как в сегменте бизнес, так и в сегменте премиум и элит. Он вполне конкурентен с теми объектами, которые предложены на вторичке. То есть на вторичке ты можешь купить продукт за 5 миллионов долларов где-нибудь на Патриарших прудах, но в то же время ты за эти деньги можешь купить новый проект, например, от компании Stonehenge Cameo и иметь полноценную виллу в центре Москвы и в эти же деньги умудриться еще сделать дизайн-проект и ремонт. Есть о чем задуматься. Введение скроу-счетов скажется и на стоимости. Они будут ограничивать девелопера в создании специальных условий для покупателей. То есть дополнительные скидки, преференции, подарки, скорее всего, в данном случае будут максимально исключаться, либо они будут настолько минимальными, что на самом деле будут не совсем ощутимыми для вас. Рисков станет меньше, но и возможности для заработка сократятся, а вследствие этого уменьшится инвестиционный потенциал. Поэтому очень внимательно подходите к покупке того или иного объекта недвижимости. Уберите на второй план эмоции. Включите рационализм. Обратитесь к какому-нибудь компетентному консультанту. Мы выполняем эту функцию. Не буду там насильно вас привлекать, но тем не менее точно могу сказать, что мы это делаем. И делаем это даже без просьбы нашего клиента. Составьте инвестиционную стратегию. Поймите точку входа. Поймите точку выхода. Возьмите какие-то рисковые сценарии, которые в жизни могут произойти. Как этот актив себя поведет в этих рисковых ситуациях? Как быстро вы его можете продать? Сколько вы с него можете выручить денег? А нужно ли покупать его? Нужно ли покупать за 100% прибыли? А где есть рассрочка? А какую ипотеку лучше взять? А какого застройщика лучше выбрать? Какие планировки наиболее респектабельны? Какой готовый арендный бизнес купить? Какой ритейл будет расти в цене? И какой будет пользоваться спросом у арендаторов? Есть огромное количество вопросов, которые стоит учесть. И вам, как потребителю, скорее всего, будет достаточно сложно провести всю эту работу и найти объективную информацию. А еще сложнее после объема этой информации принять верное решение. В этом случае в вашей жизни должен присутствовать человек, который сопровождает вас в таких ответственных моментах, где вам приходится расставаться с деньгами, достаточно крупными деньгами. И ошибка достаточно велика. Ошибка стоит вам, а, дорого, б, требует времени, и ц, забирает много жизненных сил. Поэтому лучше всего этого избежать. Как говорят в Америке, к юристу или к адвокату нужно обращаться до того, как вы открыли бизнес, а не в тот момент, когда у вас начались трудности. Я думаю, что с недвижимостью, с финансами, с инвестициями все то же самое. Обратите на это внимание. Следующая новость – это высокобюджетные новостройки, которые могут выйти на рынок в Москве в 2020 году. Мы не брали все проекты. Все проекты вы сможете посмотреть по ссылке. Мы выделили лишь несколько, но их и так много. Я пробегусь быстро про них. Интересные варианты я выделил. Жилой комплекс «Достижения» на улице Академика Королева, 21, реализует этот проект компания «Смайнекс». В этом проекте 1195 квартир. Это достаточно большой, красивый, фундаментальный комплекс. Компания «Капитал Групп» и «Картрос» обещают вывести совместный проект по застройке территории Северного и Речного порта в районе Ленинградского шоссе. Рабочее название проекта «Северный порт». Площадь участка застройки составит 20 гектаров, на которых возведут более 800 тысяч квадратных метров недвижимости. Еще один проект выведет группа компании «Стоунхедж» на улице Матросская, Тишина 1. Здесь будет жилье бизнес-класса и также класса комфорт. То есть, видимо, это будет коллаборация двух категорий. Группа компании «Интека», тоже наши друзья с недавнего времени, продолжают осваивать запад Москвы. У них есть там интересный проект под названием «Вестгарден». А в следующем году компания должна вывести в том же районе, в районе Раменки, проект под названием «Вилл Тауэрс». Комплекс из шести разноэтажных башен на 3190 квартир будет построен на Минской улице. Завершение строительства запланировано на 2023 год. Вот я бы эти проекты рассматривал на самом деле. Но индивидуально под те цели, которые вы себе ставите. А цели должны быть просто улучшить качество жизни, и это не цель. Есть вещи намного глубже, и мы умеем эти вещи доставать и показывать нашему клиенту. Также на Ленинградском шоссе 34 должно начаться строительство башни «Алькон Тауэр» высотой 36 этажей. Интересно. Здесь планируется разместить 207 апартаментов бизнес-класса площадью от 25 до 255 квадратных метров. То есть на рынке присутствует спрос на маленькие площади, и, скорее всего, это инвестиционные предложения. Не, скорее всего, а точно, где люди покупают апартамент. Скорее всего, там будет обслуживание гостиничного типа, и этот апартамент можно будет сдавать. И, возможно, это будет выгодно. Но я не очень верю в инвестиционную привлекательность таких объектов в 25 квадратных метров. Не думаю, что там аренда будет высокая. Новостройки премиум-класса. Что мы ждем в будущем от премиум-класса? На территории Москва-Сити построят две новые башни, одну из которых возводит городской застройщик Мосинш-проект. Общая площадь многофункционального комплекса One Tower составит 280 тысяч квадратных метров. Всего здесь планируется разместить 1520 квартир, подчеркиваю, да? Разговоры о проекте реновации бывшего Бадаевского завода. На мой взгляд, просто потрясающий проект. Футуристичный. То есть это место, которое будет просто намагничивать огромное количество людей и распространяться по всему миру благодаря селфи, фотографиям и так далее. Потому что такого футуризма в России еще не было. Турецкая компания АНТ Development может вывести в продажу проект N1 Поклонка, расположенный по улице Братьев Фонченко. Это 8 домов, 5 одноэтажных башен и 30-этажных корпусов с двумя секциями в каждой. На месте территории завода Филик Ровля, то, о чем мы с вами говорили в предыдущем выпуске, что территории заводов активно обустраиваются, выстраиваются, перестраиваются в связи с тем, что земли достаточно мало. Вот один из примеров. Это Кутузовский 16. Компания АНТ Development планирует начать строительство премиального проекта, состоящего из 4 башен корпусов общей площадью 180 тысяч квадратных метров. Возможно, старт придется на 2020 год. Верим, ждем, надеемся, будем в числе первых, кто будет его продавать. Говоря о элитных новостройках, которые мы ожидаем также увидеть на рынке в 2020 году, либо как минимум анонс о них официальный. Комплекс Bulgari Hotel and Resident Moscow, расположенный на Большой Никитской улице, 9-15. Примерно полгода находится в закрытых продажах. Я поясню, что проекты подобного уровня, премиальные проекты в большинстве своем на 50% реализуются на уровне закрытых продаж. То есть, среди внутренних клиентов компании, либо среди клиентов-партнеров, таких вот как Lobster Group, например. Это проект реконструкции усадьбы 18-19 века, принадлежащий графу Разумовскому. После окончания строительства здесь откроется первая в России гостиница под брендом Bulgari. А часть площадей будет отдана под элитные апартаменты с сервисным обслуживанием от оператора отеля. Девелоперская компания Sminex. В текущем году они планируют вывести элитный комплекс площадью 41 тысячи квадратных метров по улицу Большой Толмачевский переулок 5. Скорее всего, продажи начнутся в конце текущего года. И еще один объект, информация о котором давно ходят по рынку. Это клубный дом по адресу 2-я Брестская улица. Это проект реставрации 1909 года. Известный как доходный дом Быкова. Я о нем слышал, я его знаю. А данный комплекс также может стартовать уже в этом году. Какие вообще в принципе проекты тебя вдохновляют в 2020 году, которые выходят? Честно могу сказать, я человек творческий, и меня, с учетом того, что я еще и как бы так достаточно давно на рынке присутствую и видел его в разных проявлениях, меня вдохновляют проекты, в которых есть элемент мейнстрима отраслевого. Когда ты смотришь на объект и понимаешь, вау, благодаря этому объекту рынок прежним не будет. То есть это проект, который априори берет новую высоту. Вот если из тех, которые мы перечисляли, которые здесь и сейчас на поверхности, Бадаевский, проект Нева Тауэрс, Capital Тауэрс, проект Камео. Да, это то, что мне хочется продавать, это то, что удивляет меня, как вот условно там требовательного потребителя. Требовательный лишь я потому, что я рынок знаю и понимаю его, да. Мне искренне этот продукт хочется продавать клиенту. Да, я понимаю, что в этих проектах он закрывает не просто комфорт, не просто статус, не просто уровень жизни. Он закрывает инвестиционные задачи, инвестиционные с точки зрения сохранения капитала. Потому что одно дело вкладывать повседневную модель, которая себя уже изжила, нежели вкладывать в мейнстрим, у которого вероятность есть стрельнуть. И при том, как он стрельнет, высока вероятность удержать этот порог в связи с тем, что этот мейнстрим и его догнать не так быстро можно. Понимаешь? Наблюдается тренд на террасах в центре города. Немногие проекты предлагают квартиры и апартаменты с террасами, но тем не менее они пользуются достаточно большим спросом. Я был недавно в переулках Арбата, встречался на одном проекте с представителем застройщика. Мы смотрели их пентхаус и из их пентхауса в соседнем доме на уровне восьмого этажа, по-моему, так чудесно в переулках смотрелась эта терраса, засаженная пихтами, уже состоящим барбекю, солнцем. Ты находишься в центре Москвы и имеешь возможность выйти на свежий воздух. Понятно, что свежий он относительно, но как минимум он на уровне там восьмого-десятого этажа, все равно он будет чуть чище, чем снизу. Но посидеть среди пихт, в переулках, в тишине, пожарить кусочек мяса, выпить бокальчик вина, собраться с друзьями и так далее. То есть, ну, это полезная, может быть, не совсем удобная с нашим климатом функция, да, но, тем не менее, она является трендовой и пользуется достаточно большим спросом. Мы знаем все проекты, которые представлены с террасами в Москве, поэтому вы знаете, куда обращаться. Терраса позволяет привнести в городскую квартиру элементы загородного дома, это правда. Что ты поможешь о таком подобном решении? Решение прикольное, решение не на массового потребителя, поэтому этих террас нет в большом объеме, террасы в ограниченном количестве, террасы на ценителей. Я вижу в этом как плюс, так и минус, да. Крайне приятная для меня новость в поддержку моих профессиональных инициатив, которые я планирую реализовывать в команде со своими клиентами, со своими инвесторами. Москва вошла в пятерку перспективных городов мира по развитию ритейла. Для меня эта новость говорит о том, что уровень ритейла на сегодняшний момент в Москве достаточно низкий, но ее потенциал достаточно высокий. При составлении списка учитывались такие критерии, как наличие инновационных форматов и интересных шоппинг-кварталов. У нас этого очень не хватает. Если вы знаете подобные, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы мы хотя бы их могли посмотреть, может быть, на какой-то из них снять обзор. Хотя я бы выделил, на самом деле, внукового Outlet Village, я живу рядом с ним и считаю, что этот формат имеет место быть. Я вижу, какое количество трафика туда приезжает в будний день. Причем я общался с владельцем этой идеи, не будем называть имен, и он рассказывал замечательную историю о том, что когда они созрели подобный проект реализовывать, над ними очень многие смеялись и говорили о том, что этот проект не стрельник. Тем не менее, проект стрельнул, проект заполнил 100%, более того, они открывают второй проект на Новой Риге, или уже открыли, вернее, уже открыли, и он тоже фул. К концу 2019 года на самых популярных улицах Москвы наблюдался рекордно низкий уровень вакантности от 0 до 3%, то есть площади все сняты. Наиболее востребованными улицами среди арендаторов стали Рождественка, Петровка, Кузнецкий мост, Никольска и Столешников-Перелог. Но это не секрет, это как бы Мекка, центра Москвы. Касаемо ритейла, у меня достаточно позитивное заключение и позитивный вывод. Рынок вполне востребован с точки зрения аренды. Я бы сюда добавил еще и офисную недвижимость, современную офисную недвижимость, так же, как и современный ритейл. Но, но, не достает вакантных площадей и вакантных форматов под новый формат арендаторов. Что говорит мне о том, что действуй, Станислав Владимирович, ищи проекты, строй, создавай инфраструктуру для бизнеса. Помогай инвесторам, помогай бизнесу, помогай окружающей среде. Станислав, у тебя есть вообще какие-то варианты, куда можно инвестировать с точки зрения ритейла, можно ли к тебе обращаться к самому? Самое простое – это покупка готового арендного бизнеса. Что я имею в виду? Это покупка помещения, в котором находится уже какой-то арендатор в виде бизнеса, который находится там уже определенное количество времени, который ежемесячно платит. Эту историю можно посмотреть. Это позволит пассивно вложить деньги, ничем не управлять и получать прибыль. В случае, вдруг арендатор меняется, тут включается моя команда, мы быстро находим замену, просаживаем, для того, чтобы сроки простоя не выходили за пределы квартала. Но здесь тоже история достаточно тонкая. Для того, чтобы купить объект с достоверной окупаемостью, нужно провести достаточно большую аналитическую работу, которую зачастую классический потребитель, классический инвестор провести не может. Поэтому он покупается на объявления, где написано 7 лет окупаемости, покупает эти 7 лет. Самый негативный сценарий, что через 2 месяца съехал арендатор, развел руками, несмотря на 10-летний договор. Ты остался со своим объектом, сдать ты его никак не можешь, проходит несколько месяцев, и вдруг ты понимаешь, что он сидел по ставке, которая на 30% выше средней рыночной ставки в твоем районе. И ты понимаешь, что у тебя было пошли. Но помимо этого есть еще десятки возможных сценарий, которые могут произойти, поэтому лучше, конечно, обращаться за консультацией, чтобы эту работу выполняли профессионалы. Это самый простой. Второе – это покупать помещение торговое, недооцененное, либо в каком-то потенциально развивающемся месте когда-нибудь, то есть быть первым, вовремя зайти. Можно просто купить помещение, дождаться времени и сдать его, и не заморачиваться. Я же все-таки сторонник того, чтобы искать недооцененные объекты, возможно, большие объекты, создавать целые кластеры многофункциональные, создавать новые условия для ритейла, когда ты создаешь продукт, при котором арендатор к тебе приходит и говорит, сетевой или не сетевой, неважно, и говорит тебе, «Парень, ты единственный, кто это предложил, пожалуйста, сдай нам половину и, пожалуйста, строй еще, мы будем твоим постоянным клиентом». Вот я за эту историю. Если говорить именно официальные кейсы, инвестиции… Конечно, безусловно, конечно, но я все-таки рекомендую всем своим клиентам, а я подчеркну, у меня нет случайных клиентов и мне не все равно, с какими событиями они столкнутся завтра, мне вообще неравнодушно. Я понимаю, что рисковых инвесторов у меня минимум, то есть те, которые приходят и говорят, Стас, хотим 5 лет окупаемости, ты задаешь вопрос, как бы ты осознаешь риск какой-то, он говорит, не, рисковать не готов, ну, как бы большие деньги, большой доход, большая прибыль, она влечет за собой большие риски, да, нужно как бы быть объективным. В большинстве своем я рекомендую что-то более консервативное, там, начиная от 8, 9, 10 лет окупаемости, но не больше, для того, чтобы человек, ну, если у него цель пассивных инвестиций, и он не хочет стрессовать, ничем управлять, то понятно, что ему нужно купить что-то консервативное, да, но под тех людей, у которых есть аппетиты на 4, 5, 6 лет окупаемости, 7, вот под этих клиентов я намерен создавать вот те самые инвестиционные проекты, которые способны удовлетворить бизнес с точки зрения арендаторов, да, создать новую концепцию мейнстрим, но в то же время такие проекты способны окупаться там за 3, за 4, за 5 лет, может быть и быстрее, в зависимости от управления, в зависимости от самой идеи, просчетов, и знания рынка. Друзья, мы заканчиваем наш второй дайджест, пусть это будет рабочее название, дайджест 1, дайджест 2, дайджест 3 и так далее, возможно, кстати, вы предложите какое-то интересное название этой рубрики, потому что у нее должно быть название. Честно, я вот могу сказать, что я устал, это не простая работа, надеюсь, что вы ее оценили, надеюсь, что она была вам полезна, можете поддержать нас комментарием, всегда поддержите нас лайком. Вам огромное спасибо за внимание, исходя из ваших комментариев на это видео и на предыдущий дайджест, мы учтем ваши мнения и постараемся улучшить наш следующий выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно скажите, о каких новостях было бы интересно, какую статистику лучше освещать, какое мнение лучше транслировать. Вам огромное спасибо, будьте счастливы, любите друг друга, жизнь потрясающая штука и кризис нам не помеха. Бай!